Вера вечна, вера славна, Наша вера православна. В имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь. Многие знают и понимают, что времена последние, и что-то в ближайшее время произойдет. Находится в тревожном ожидании. Кто-то уже давно знает и ждет грядущего православного царя. Царя, которому достанется полуразрушенная, полуразваленная, но любимая Богом страна. Восстановить страну понадобится очень много духовных и физических сил. Вот ему нужны воины не пассивные, а активные. Царю нужны священники, которые не сложили руки и ждут, боясь сказать свое слово против ереси, против патриарха Кирилла Гундяева и его команды, холители и губители душ христианских. Богу и Царю трусы не нужны. Люди нуждаются в исповеди, причастии по всей России. Звонят люди, нуждаются в священниках. И не только Россия нам звонит. Нам звонит Грузия, Ирландия, Казахстан, Белоруссия, Украина, Германия, Фирляндия и другие. Священники, епископы, восстаньте. Проснитесь. Хватит спать. И давайте начнем вместе помогать людям. Мы физически не успеваем со всеми поговорить и везде побывать. Вам нужна помощь в антиминцах, амафоре. Звоните, вам эту помощь дадут. С одним священником говорил, он боится остаться без прихода, если уйдет Непомин. Говорю ему, ты без Бога не боишься остаться. Это касается всех. Бог никого не оставит. Вы слышите, никого. Всех верных чад Бог будет носить на руках, уберегая их от козни дьявольских, не попуская выше сил их. Задача каждого любящего пастыря – вести народ на Голгофу, на крест. Вы слышите? Не с креста снимать, а на крест. Объяснять, подготавливать, вразумлять народ к тому, что происходит и что будет происходить. У многих одна и та же проблема. Сдвонят и говорят, что они одни. Нет, вы не одни. Нас больше, чем вы думаете. Просто мы разбросаны, кто где. Но придет время, и мы вместе соберемся. Держитесь, не внувайте. Будьте стойкими и старайтесь в эти времена читать жития мучеников, что они терпили ради Христа. А как наставляла и укрепляла София своих дочерей, веру и надежду, и любовь, когда их мучили. Времена последние. Искушений очень много. Будем каждый друг за другом молиться и поддерживать. Итог всей нашей греховной жизни возьмем мы на чертанье антихриста или нет. Еще раз хотел бы сказать и попросить, что грядущий православный царь, как и все мы, нуждаются в ваших молитвах. Как вы думаете, сколько темных сил брошено на грядущего царя? Правильно. Тьма. А народ спит. А как же ему не спать, если сами пасыри впали в спячку? Сейчас у каждого верного Бога человека идут большие искушения. Это нужно для того, чтобы испытать и укрепить в битве, которая нас ждет впереди. Только через искушение, страдание, сердечные боли мы познаем свою немусть, а познав ее, мы становимся ближе ко Христу. Через терпение приходит смирение. Через смирение приходит к нам благодать. Сейчас всем нам главное устоять и не принять новых документов, чипов, как бы тяжело ни было, чтобы не говорили о вам. Но ни в коем случае ничего не принимать. В последнее время исповедничество. Будьте верны Богу и грядущему царю. Также хотелось бы еще процитировать моего любимого батюшка Иоанна Крыштадского. Демократия в аду, а на небе царства. А носитель и хранитель России после Бога есть государь России. Царь самодержавный, без него Россия не Россия. Запомните, если не будет монархии, не будет России. Только монархический строй дает прочность России. При Конституции она вся разделена по частям. А вы, друзья, крепко стойте за царя. Чтите, любите его, любите Святую Церковь и Отечество. И помните, что самодержавие – единственное условие благоденствия России. Не будет самодержавия, не будет Россия. Священники, которые не знают, что им делать, и не знают, куда им идти. Кому верить, кому нет. У кого брать антиминц. Нас официально признал и взял под сомофор патриарх Ериней. Насчет антиминца можно поговорить с Владикой Засимой. Спасайтесь, времена последние. Скоро будет война. Какой ответ на страшном саде дадите вы перед Богом, зная, что происходит, зная, в какие времена вы живете, и что вам притягивают руку помощи. К нам бывает иногда приезжают люди, это выдыха их рукополагает, и мы также их обучаем, как правильно служить в друге, а также с самым требованиям. Каждому, кто хочет, мы протягиваем руку помощи и помогаем. Поэтому просите, верьте, и будет вам. Просим ваших молитв, потому что мы тоже сами люди грешные, и тоже нуждаемся в ваших молитвах. Также можете подавать вы свои записочки, имена, писать сообщения с вашими именами усопших о здравии, и будем за всех молиться. Спасайтесь, времена последние. С Богом!